И, собственно, приветствую нашего сегодняшнего лектора. Как же, профессор? Профессор Директ? Директ. Директ. В общем, представь себя, потому что я забыл весь вопрос. Всем добрый день. Меня зовут Виталий Кизаков. Я директор программы экономики и энергетики в Российской экономической школе. Мы сегодня не будем говорить про энергетику, но будем говорить про экономику. Экономику искусственного интеллекта, вернее, может быть, даже более общего, про место человека в экономической цепочке, которая очень быстро меняется, которая меняется технологиями и технологическими преобразованиями, происходящими сейчас. Я хочу на первом слайде, презентация будет на английском, то есть стек будет на английском, слова будут на русском, и картины будут универсальны. Я надеюсь, что никого это смутит. Самая главная информация на этом слайде, что мы говорим про будущее человека, как носительство трудовых ресурсов, именно с экономической точки зрения. Мы сегодня затронем какие-то технологические аспекты, то есть в первую очередь какие-то события, которые происходят как раз на области искусственного интеллекта. Но я не смогу вам, как компьютер-сайтист, рассказать какие-то детали того, что происходит, и это не будет сегодня акцентом интеллекта. Я, наверное, поговорю около минут 40-50 час, а потом, если у вас будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Смотрите, наше краткое содержание того, что я хочу вам рассказать, следующее. Сначала мы взглянем в историю, в историю человека, как носителя трудовых ресурсов, в истории человека, как часть экономической цепочки. Здесь, наверное, я, по крайней мере, разделяю взгляд, что большой лиц издалека, и поэтому, если мы посмотрим на сегодняшний момент через историческую призму, какие-то очень интересные вещи, которые становятся заметными. Потом мы поговорим про события сегодняшнего дня, и, собственно, что такого необычного происходит именно сегодня в контексте места человека в экономической цепочке, а потом мы поговорим про экономические средства и того, что все это значит. Сначала краткая история труда, краткая история труда, то есть краткая история трудовых ресурсов. Если мы посмотрим на несколько тысяч лет назад, то экономика всего мира выглядела примерно так. люди по всему миру, от древнего Китая до Месопотамии и Америки, занимались земледелием, экономика была довольно унифицирована от страны к стране. Прошло несколько тысяч лет, мало что изменилось. То есть буквально 200 лет назад экономика мировая выглядела так же, как и в 2000-3000 лет назад. Это в самом себе очень интересно. Если посмотреть на развитие, на рост благосостояния ворового, то есть на ВВП на душное усиление, вполне логично, если картинки не менялись в 2000-летие, то и, собственно, выпуск на душное усиление тоже не принципиально менялся на протяжении тысячелетий. А потом произошло следующее. За последние 200 лет. Произошел такой специальный скачок. Вопрос, что стояло за этим скачком, что изменилось. Изменилось следующее. Вот если мы посмотрим на историю последних 200 лет через картинки, опять-таки, вот наша старт-двая точка примерно 20 лет назад. Произошли технологические изменения, технологические революции, быстрее революция. Появился трактор. Соответственно, трактор вытеслил лошадь. На какой-то короткий момент времени человек остался стоять за плугом, но это тоже очень быстренько изменилось. Потом человек остался на тракторе, ушел под плуга. Ну и, наконец-то, на последней итерации современный масштаб тех машин, которые направляет человек, изменился и изменился в разы, соответственно, существенно повышая производительность труда в этом секторе. И, наверное, вот примерно такая аналогичная цепочка описывает изменения и некоторых других индустрий, не только сельского хозяйства за последние 200 лет. Небольшой анализ цифр. Вот за первые 50 лет, за 50 лет первой половины прошлого века, как изменились некоторые цифры в сельскохозяйстве, на примере американского сельского хозяйства. То есть очевидно, что количество тракторов увеличилось с нуля в разы. То есть за 50 лет в том, что в Америке появилось 4,5 миллиона тракторов с нуля. Незаветно роль лошади, поголовье которых сократилось примерно на 90%. Интересно, но вполне логично, что количество фермеров, которые должны обслуживать этот сектор, тоже сократилось, потому что производительность труда растет, соответственно, меньше количества людей нужно за рулем трактора. Но вот интересная вещь, что количество людей, то есть население страны Америки в данном случае выросло. И в чем разница между количеством лошадей и количеством людей, то есть количеством лошадей, которые упал в 90 раз, и количеством населения, которое почти удвоило отцепляться за прошедшее время. Разница в том, что люди нашли себе другое применение, то есть люди, которые были фермерами, нашли какое-то другое себе применение, за станками, индустриализирующиеся экономики. Лошадей не нашли, потому что лошадей и, собственно, другого применения не было. И это очень интересно иметь в голове и потом об этом подумать во второй половине лекции. Хотел обратить ваше внимание на то, что тот эксплуатационный рост последних двух слов лет, про который я говорил, он происходил неравномерно по разным странам. Вот здесь картинка представлена для выпускного научного исследования, Соединенных Штатов Америки, которая первая прошла по пути на стерилизации. Примерно с такой же скоростью, примерно почти сразу же по такому же пути прошла Верховритания и другие европейские страны. Чуть позже, открывшись мир после Второй мировой войны, по такому пути прошла Япония, догнав европейский и американский континент, которые уже были там, еще позже по такому пути прошли страны, которые называют условно Восточно-Азиатскими тиграми. Это страны Юго-Восточной Азии, типа Тайвана, Южной Кореи и некоторые другие. Сейчас по такому пути проходит Китай с какой-то там задержкой после всех остальных. В какой-то степени по такому же пути начинают идти Индия. Текущие современные локомотивы такого индустриального роста. Вот здесь я сейчас нарисую вам среднюю картинку, то есть среднюю по миру. Вот появилась новая кривая, то есть мы видим, что японские, американские, европейские рынки, они сильно выше, чем, как сказать, в среднем. Китай уже догнал средний показатель, Индия, Индия считает, что стоит. Конечно, я не могу анализировать эти графики, завершить, не поговорить о месте России на этой картинке, и хотя Россия не является центром сегодняшней нашей страны дискуссии, Россия выглядит здесь, вот на этом графике видно. Самая верхняя кривая – это, собственно, Америка, которая была в этой точной графике. Вот более гладкая кривая – это мир в целом, мир в среднем. А вот такая самая зигзагообразная кривая – это мы с вами, это Россия. То есть, собственно, такое существенное преседание, которое мы видим в конце XX века. Это преседание, связанное с графом экономической модели Советского Союза. И восстановление вот этих лучших уровней, которые примерно равны очень равным уровням, это восстановление, начиная с конца 90-го прошлого века, не начала нашего нашего века. Вот мы где-то здесь, на обедке скажем, что место России на этой цепочке не является предметной сегодняшней дискуссии. Вот здесь мы с вами впервые поговорим про, собственно, занятость человека. И дальше, опять-таки, все отсилы к технологиям будем обсуждать в конце занятости человека. Вот из всех тех кривых эксконсиальных, про которые я вам сказал, за каждый такой кривой рост стоит две составляющие. Первая составляющая – это технология, и вторая составляющая – это институциональная среда. Фактически пример всех успешных стран, которые успешно пошли по этому пути институциональной реализации, их объединяет одни и те же характеристики в плане институциональной системы. Это всегда характеристические страны, это всегда страны с частной собственностью, это страны, которые позволяют своими законами человеку реализовывать свою креативность через реализацию свободы предпринимательства, защиты этой самой частной собственности главенства закона. Я здесь поставил знак вопроса напротив слова «демократия». Является ли демократия необходимым ингредиентом такого экспоненциального индустриального роста? Это знак вопроса, никто только спорит, но это не является документным сегодняшним искусством. А дальше мы будем в большей степени говорить про технологии, как один из двух ингредиентов такого взаимного институционального роста, который всей эти экономики прошли за 200 лет. Импликация для занятости, что фактически происходило за последние 200 лет? Почему эти 200 лет были фантастическими выгодными, фантастически выгодными для человека, как носителя трудовых ресурсов? Если мы посмотрим на нас с вами, то как носители трудовых ресурсов, у нас этих трудовых ресурсов есть два типа. То есть это наши руки, которые наши предки использовали много тысяч лет, и это наши мозги, которые в большей степени использованы мы с вами, и наши предки начали использовать 200 лет назад. И вот этот переход от использования в основном литического труда к использованию в основном мозгов в современном мире оказался фантастически благоприятным для нас, как в виде цару всего этого экономического процесса. Вопрос, который возникает и на который мы попытаемся ответить дальше, это «А что же делать, когда сам человеческий мозг становится предметом инноваций?» И об этом мы будем говорить дальше. Ну вот, собственно, веселая картинка, которая символизирует историю человека до сегодняшнего момента, она как-то так может быть утверждена. последнее событие в консексте инноваций и потенциального замещения человеческого мозга. Кто знает, кто изображен на этой картинке? Ну да, все здесь написано. Эли Сидол, как, наверное, многие из вас знают, это игрок в игру Go, корейский игрок в Go, который прославил Славис Миров весной этого года тем, что проиграл, собственно, в Go, к компьютеру, а именно программе i2go, по-моему, в апреле этого года. Соответственно, вы спросите меня, то есть машина победила компьютер, вы мне скажете, а что у него такого? Собственно, и 20 лет назад у нас уже было что-то похожее, Гарри Каспаров проиграл в другой машине, в шахматы, казалось бы, что такого удивительного именно в этом проигры Шили Сидолова. Мы такое уже видели. Давайте попытаемся сравнить, чем программа, которая обыграла Каспаров шахматы, эта машина, построенная вверх, она называлась Deep Blue, возвращается структурно-схематическая программа, которая обыграла Лисидола в игру в Go. Шахматная программа в среднем давности устроена была следующим образом. Примерно все, кстати, игровые программы устроены в одиноком образе. Таковалось, как работает логик компьютер, который играет в игру. Я компьютер. Я оцениваю все ходы, которые могу сделать в каждой ситуации. Я оцениваю все ответы на каждый из моих ходов, которые мой оппонент может сделать на каждый из моих ходов. На каждый ответ я перебираю все свои варианты, которые у меня есть. Так просчитывается дерево игры на несколько шагов вперед. Несколько шагов вперед, это может быть 7-10, какая-то такая цифра. Соответственно, выстраивается дерево, и на 20-м уровне, или каком-то уровне этого дерева, нужно оценить позицию, в которую попала машина. И машина выбирает тот ход, который приводит ее к той позиции, или к тому набору позиций, который является наиболее удачным по умению машины, по крайней мере. И вот здесь важно сказать следующее, что программа, которая играла в шахматы, которая 20% играла на Сварова, она перебирала все возможные варианты ходов, вот там на сколько ходов вперед. И каждый из конечных ходов в итоге оценивался программой, написанной людьми. То есть собрались какое-то количество, десятков, может быть, даже сотен джигматистов, которые все свое знание когулятивно воплотили в алгоритм, написанный людьми, который оценивал финальные позиции на доске. И вот в чем, соответственно, новая программа, которая весной этого года обыграла человека в ГО, отличается от 20-летней программы, которая обыграла человек в шахмате, двумя компонентами. При построении дерева совершенно невозможно посчитать все, перебрать все веточки. Потому что в каждой этой ситуации количество ходов, которые есть у игроков, обоих игроков в ГО, гораздо больше, чем в шахматах. И рисовать это дерево игры на сколько-то ходов вперед, очень скоро количество финальных точек будет больше, чем количество атомов, наблюдаемой части Вселенной. Совершенно невозможно посчитать на огне суперкомпьютеру. Соответственно, что делает программа ФГО? Она таким-то образом отсекает те ветки игры, которые считают перспективными, и оставляет те, которые считают перспективными. Это одно отличие. И второе отличие, что финальная оценка финальных позиций на предметах силы и слабости расуществляется опять-таки не человеком, то есть не алгоритм англопественным человеком, но опять-таки расуществляются машины. И вот здесь мы впервые скажем слово искусственный интеллект. И давайте пытаемся ответить на вопрос, что это такое. Вот к искусственному интеллекту за последние собственно несколько десятилетий было преварировал следующий подход. Считав то, что искусственный интеллект, то есть что такое искусственный интеллект по определению или по такому по манимоническому определению. Это что-то, что умеет думать рассуждать это человек и принимать какие-то решения как человек. Это не строго естественно это манимоническое определение. Вот превалирующая линия рассуждения последние несколько десятых лет было то, что мы придем к искусственному интеллекту через все более и более софистикейтед, более детальное программирование. Если мы напишем все, если мы будем мир вокруг нас описывать все более и более детально, все больше и больше ситуаций и исключений разбирать и прописывать, вот та программа, которая все это будет держать в себе, в итоге сравняется с человеком, может быть, на переводить человека и так далее. Это, собственно, вот парадигм, который лежал в компьютере, который выиграл Шепет Шармон. Система, которая выиграла что-то в голову, строена по-другому. Система использует такой принцип, реализует такую конструкцию, которая называется искусственная нейронная сеть. Что такое искусственная нейронная сеть? Это набор софта и это набор железа, которые в совокупности устроены по принципу и реализуют логику работы человеческого мозга. То есть набор нейронов в этих центрах обработки и передачи информации, которые связаны между собой примерно так связаны нейронами человеческого мозга. И такая конструкция используется для принятия решений. Вот какие-то ключевые характеристики, отличия. Я пытался в этой табличке кратко перечислить. Если традиционный подход к искусственному интеллекту, то есть основан на программировании всего и вся, все более и детальном, опирается на принцип моделирования мира вокруг, то искусственная нейронная сеть опирается на принцип моделирования мозга, который уже этот мир будет воспринимать и принять решение. Соответственно, старые технологии, которые прописывали все возможные варианты мира вокруг и всевозможные исключения мира вокруг, естественно, получались очень тяжелые программы. Программы насчитывали миллионы линий кода, то, на удивление, программы, которые моделируют мозг, то есть искусственные нейронные сети, занимают буквально сотни строк. То есть на низком порядке меньше. Паразит, но также меняется в том, что если раньше человек, который сидел за компьютером и назывался программистом, программировал компьютер, как ему увести себя в той или иной ситуации, то искусственные нейронные сети работают по принципу того, что человек тренирует эти объекты в искусственной нейронной сети, как мы тренируем собаку, или как мы воспитываем детей по принципу образа и подобия. Ну и наконец, последний комментарий, что тот интеллект, который заложен в традиционный подход в программирование искусственного интеллекта, он не лучше, чем интеллект тех сторон программистов, которые сидят и моделируют эти алгоритмы. Потому что, как я вам сказал, при описании программы, которая играла в шагменте, что в итоге через 7 ходов или через 10 ходов это были именно вручную написанные алгоритмы, которые оценивали силу каждой позиции. Соответственно, кумулятивная сила тех ста шахматистов программистов, которые это делали, была заключена в этом алгоритме. Это не так с искусственными нервными сетями, потому что, когда мы их учим и тренируем как собак, как детей, они в итоге приобретают какую-то модель поведения, но они в итоге принимают правильное решение, это все с большей частотой, с большей приятностью, но как они это делают, мы не знаем. это то в итоге подход, реализованный в правой колонке, показывает себя гораздо более продуктивным, чем подход, который реализован в правой колонке. Собственно, сегодня искусственная нервная сеть является единственным реальным кандидатом названия в народе называемого искусственный интеллект, в народе называемого искусственного интеллекта. Другого нету, но поплатились мы за изменение подхода тем, что мы не знаем по сути, как работают, почему нервные сети принимают то или иное решение. Но вот это был такой технический вопрос, про который я не смогу вам рассказать больше, чем рассказал уже, потому что это не моя область специализации. А вот что все это значит для экономики и человека как носителя трудовых ресурсов, мы поговорим дальше. Ну, давайте начнем с примеров. Искусственный интеллект вокруг нас, причем сейчас я уже говорю про искусственный интеллект в этом новом понимании, то есть искусственный интеллект, который является искусственными нейронными сетями. Есть какие-то сервисы, какие-то продукты, которых, в принципе, раньше не было, и если бы не было вот такого прогресса с использованием искусственных нейронных сетей, никогда бы эти продукты не появились. По крайней мере, в старой парадигме их не получается реализовать. распознавание допусом, перевод речи с любого языка на любой режиме реального ремни, то, что делает Skype и многие другие, это все делается через алгоритмы, написанные на основе искусственных нейронных сетей. Распознавание образов, когда Facebook предлагает вам отметить вас или ваших друзей кого-то на фотографии, это делается именно на основе других алгоритмов, то есть это не кто-то пропустил алгоритм, как узнать Васю Иванову на фотографии, это делается именно через искусственные нейронные сети, то, что делает распознавание образов Google, Facebook и многие другие, опять-таки. Какая-то часть сервисов очень интересная, они существуют уже давно и традиционно существовали, как сервисы, написанные в традиционной парадигме, то есть в парадигме программ написанных вручным человеком, а сейчас переходит на новую парадигму. Наверное, из известных мне сам большой пример, это известный алгоритм поиска Google, запатентованный, который называется PageRank, которого много лет и который выдает нам результаты в Google релеванты для нашего поиска. Он постепенно все больше и больше степен замечается на разработанный гуглом G алгоритм, который называют Grand Break, который устроен на принципискостном интеллекте. Сам Google заявляет вот у нас слоги директора, что мы все сервисы, которые мы оказываем, все продукты, которые мы делаем, мы сейчас все переосмысливаем через эту новую парадигму, потому что возможно во многих из них есть тот потолок, который достиг алгоритм пейджеренки, чтобы на следующий уровень нужно в принципе качественно менять подход к этому сервису, к этому продукту. Но опять-таки в рамках нашей лекции вот смотрите, не новые продукты, не вот те продукты, в которых происходит замена со старой технологией на новые, там, не там, не там, пока не видно влияние, то есть на человека и на востребованность человека, как носитель этого продукта и ресурсов, потому что, и возникновение и распознавание образов и поисков все делается делалось машинами и продолжает делаться машинами. То есть человек, казалось бы, никак не страдает. Вопрос, что же, что же, какое же время на человека все-таки могут показать какие-то технологии. Но давайте вот такой пример рассмотрим. Самый управляемые автомобили. А опять я хотел вам показать два примера. Проект, которым занимается Google, занимает уже много лет, и проект, которым занимается компания Tesla, занимается гораздо меньшее количество и. И вот поскольку Google занимается проектом самоправливых машин уже давно, соответственно, вполне логично, что они занимались и через, занимались и начинали заниматься через традиционную парадигму программирования. Google моделировал окружение, они рисовали, 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 рисуют очень детальные карты, пытаются компьютер, который правил этой машиной, видят расположение машины на этой карте с точностью до дюйма, используют классические способы процессинга картина вокруг себя и вот они считали, что по такому пути они рады и поздно дойдут до такого уровня перформанса этой технологии, при которой она сможет ездить сама по дорогам. Ну и вот последнее заявление от Google, что они не ожидают запуска такой своей машины в каком-то разумном виде до 2020 года. Tesla, напротив, используют новую парадигму, они не моделируют окружение, которое находится вокруг машины, они моделируют водителя, то есть тот центр принятия решения на дороге, каким является водитель, естественно, через новую парадигму искусственных нейронных сетей. Ну и собственно запускают у них машину уже в следующем году. Если интересно, погуглите в YouTube Tesla Save Driving Cars и там последние пару роликов вас очень удивят. и вы поймете в какой степени готовности эта технология находится на сегодняшний день. Ну и вот последний вопрос, который возникает в этом примере, собственно, правильно или неправильно нам сравнивать водителей с лошадьми из примера вековой давности, который я показывал вам какое-то время назад. экономические последствия более переходят к примеру. Эту картинку мы уже видели. Картинка, которая показывала прогресс индустрии средств и хозяйства за последние 200 лет. Как вы считаете, что здесь скрывается знакомый вопрос? Ну да, оба ответа правильно. Я считаю, что это будущее, в котором нету человека. И выглядит, например, так. То есть это трактор, за которым нету человека, и причем это не какая-то фантастическая картинка, а это конкретный проект, который презентовала летом этого года американская компания KCHI. Ну и в принципе вас не должны это так сильно удивляться, потому что если уже почти сделан автомобиль самоуправляемый, то сделать трактор, который ездит по безлюдным полям по прямым траекториям, должно быть еще более простой задачей, кто, собственно, был уже реализованным. Вот вопрос своего роля человека в экономике, в которой мозг человека сам начинает быть предметом инновации. Другой вопрос. Мы пока говорили про искусственный интеллект, про замещение человеческого мозга. Вторая большая составляющая текущих технологических изменений это роботизация технологического процесса. Вот у тех из вас, у кого в кармане лежат айфоны, с очень большой вероятностью на обратной стороне этих айфонов написано примерно следующее. Дизайн в Калифорнии Assembled to China. Совсем недавно, то есть буквально год или два назад, некоторые продукты Apple стала производить снова в Америке. соответственно, картинка сверху перешла на нижнюю. Почему это так? Почему это произошло? Почему изначально трудовые ресурсы, почему изначально линии по сбору айфонов перетекли из Америки в узелский регион? потому, потому что трудовые ресурсы, то есть стоимость труда в Азии была сильней, чем в Америке. И то, что сам процесс произошел, означает, только лишь раз подчеркивает значимость трудовых ресурсов в экономике, по крайней мере, в той экономике, которая существовала еще 10 лет, 20 лет назад. Если бы труд не был так важен, производство бы не... то есть стоимость не была бы так важна, производство бы не мегрировано. Почему сейчас производство разрушляется обратно? Потому что сейчас в меньшей степени техника, в том числе гаджеты Apple'а собираются руками человека. Все больше и больше степени они собираются роботами, если ваши гаджеты собираются роботами, то вам не нужно ввести производственную линию в Китай, а потом транспортировать продукцию обратно. Вы будете располагать свою производственную линию ближе к потребителю, что диктуется простой знаменательской логике. Но вот как выглядят современные роботизированные линии, не знаю, что будет в следующем слайде. А, там даже все отлично видно. Ну вот такая простая гидка, которая иллюстрирует сборки мобилей другой компанией пионера роботизации производственного процесса. Как видите, вокруг большого количества людей не наблюдается. Соответственно, естественно, для экономического производства такой модели таких машин совсем не обязательно такую производственную линию располагать в Азии. Соответственно, все заводы, которые Тесла строит сейчас, она строит в Америке. То есть, построил в Америке, планирует строить следующую либо в Америке, либо в Европе. То есть, ближе к потребителю, ближе к потребителю. Что достигается через роботизацию производственного процессора? Увеличивается скорость производства. Если увеличена скорость производства, то, соответственно, уровень капитальных затрат на единицу общей продукции падает и на удивление, то есть, не на удивление, но тем не менее, с падением капитальных затрат на единицу продукции повышается качество выпуска продукции, потому что, как правило, все изъяно-качества объясняются именно в неприятности человеком процесса, нежели, чем наоборот. Еще лагу интересную высокомерность хотел вам продемонстрировать. все 200 лет, про которые мы говорили, последние, то есть, 200 лет технологической революции и индустриальной революции, в экономическом процессе все в меньшей степени значил труд, как трудовой ресурс, все в большей степени имел значение капитал, как трудовой ресурс. Вот одним из средств все меньшего значения труда было измерение в рабочей неделе. Опять на примере американского рынка, но это более-менее универсальная цифра, мне кажется, я думаю, по основным командам. В 20-м вошли с цифр 60, протяженность рабочей недели была примерно 60 часов, к 30-му году на этом было до 50, сегодняшний мейнстрим в основных странах около 40 часов, сейчас начинает появляться новость о том, что компания Amazon, например, экспериментируют с сокращенной рабочей неделей, то есть 30-часовой рабочей неделей, некоторые компании в Швеции уже перешли на 30-часовую рабочую неделю, один из самых известных экономистов 20-го века, Джон Кейнс, предсказывал примерно 100 лет назад, что через 100 лет, то есть через наши 15 лет рабочая неделя сократится до 15-ти часов в неделю, ну, собственно, вся предыдущая динамика показывает, что по крайней мере directionally он прав предвиде то значение технологии, технологического прогресса на мир вокруг, который он оказывает. Ну и наконец слайд с названием который мы уже видели про технический прогресс и про влияние технического прогресса на востребованность человека в экономических цепочках. Помните, что мы говорили на этом слайде, когда анализировали его вот в контексте техно-200 лет индустриальной революции, которые имели место в 1800-го года, вот после научного времени, что те 200 лет оказывались фантастически удачными для человека огненосителя трудовых ресурсов, потому что производительность труда человека, который перешел от сахи к станку повысилась, соответственно благосостояние человека повысилось. И тот переход, который обсуждали, сопровождался тем, что человек все в меньшей степени использовал свои руки, все в большей степени использовал свой мозг. Вот возникает вопрос, отличается в текущий момент чем-то от того, что нам история говорит, или не отличается. Почему мы можем подумать, что может быть чем-то отличается, потому что кроме рук и кроме мозгов у нас ничего нет. Если наши руки заместились нет, 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 отличается, человек всегда найдет какие-то ниши, которые не реализуются современным уровнем технологии, как это было все предыдущие тысячелетия и столетия, это будет связано со сферой обслуживания, с взаимодействием с человеком, искусство, индустрии развлечений. Допустим, можно предположить, что человек сместится, все человеческие активности экономически сместятся в эту нишу. Ответ номер два, что да, отличать, то есть в текущее время отличается от прошлого, потому что ну вот если раньше я бы использовал руки, сейчас использует мозг, а если мозг тоже оказывается замещенным технологиями, то у человека ничего не остается. И это структурное изменение, которое мы не видели за последние сотни тысяч лет. И вот в этом сценарии, соответственно, человек становится новой лошадью, вот той самой лошади, которая была вытянена тракторами из индустрии средств хозяйства. Я лично думаю, что, наверное, на нашем веку мы будем в самом жить следующие 10-20-30 лет. Мы будем жить в сценарии один, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе сценарий два будет преобладать, и вопросы, которые ставят сценарий два, очень-очень интересны самопитик времени, потому что фактически человек в сценарий два перестает быть необходимой частью экономической цепочки. Это противоречит всему нашему опыту человеческому последних тысяч лет и сотен тысяч лет, но тем менее, текущий вектор развития технологии указывает именно на такую возможность. В таком сценарии, в таком сценарии два, когда человек перестает быть частью экономической цепочки, возникают два вопроса. Первый вопрос, что человек будет есть? Если мы не работаем, если человек не работает, потому что он не нужен экономической цепочке, что он будет есть? Есть эта концепция, которая называется универсальный базовый доход. Универсальный базовый доход означает доход, который получает человек, который назначает государство человеку, вне зависимости от того, что делает человек. В какой-то степени это может быть чем-то напоминать пособие по безработице, но пособие по безработице это условное пособие. если вы не работаете, вы получаете пособие заработки, если вы работаете, вы его лишаете и начинаете зарабатывать зарплату. Соответственно, безусловный базовый доход вы в любом случае получаете независимо от того, что вы делаете. Это не новая концепция, это старая концепция, но если исторически ее в основном поддерживали, пропагандировали люди из категории утописты, социалисты и популисты и никакой являлся мейнстримом, то сейчас, соединяя воедино всю логику, о которой мы сегодня говорим, появляются экономические посылки к тому, что люди объективно вытесняются из экономической цепочки, мы должны получать какую-то долю из того, что технологическая машина производит. чтобы это не случалось совершенно как наторм, от реальности примера, такую идею обсуждали в Швейцарии, поэтому это более того, в Швейцарии по этому поводу был референтом этим летом, на котором правда эту идею отклонили, то есть отклонили от того, чтобы оплатить ее в жизнь. В Голландии эту идею обсуждали в парламенте, в Германии или создали партию, с единственной целью, которая ставит собой цель воплотить идею безусловно базового дохода в жизнь. Некоторые другие страны обсуждают, экспериментируют, то есть обсуждают эксперименты с этой идеей, и это даже не только какие-то отдельные страны, а даже некоторые предприниматели силиконовой долины, о которых я скажу немножко позже, тоже пытаются этот проект, эту концепцию каким-то образом поэкспериментировать в ней. Второй вопрос, который возникает, это что человек делает. Если человек выписывает выйти с ней из экономических цепочек, он не нужен производственным процессом, если все, что находится вокруг нас может быть создано роботами и интеллектом, у человека возникает большое количество свободного времени. И, опять-таки, нам большинство из нас это очень сложно представить, потому что это идет вразрез со всем нашим личным опытом и опытом старинных бредов. Но, тем не менее, возможно, история подсказывает нам какие-то правильные исторические коннотации. Возможно, будущее будет выглядеть примерно так, как выглядела Римская империя. С той же разницей, что на месте патринцев будет себя ощущать каждый человек во право рождения, а на месте рабов, обеспечивающих патринцев всем будут умные роботы. Является рационариум допичным? Наверное, да, в тактическом понимании, но, как мы знаем из многих примеров искусства и литературы, у людей по микровичным проблемам, которые решены, тем не менее, остаются какие-то заботы, которые человек всегда заботит. В заключение хочу сослаться еще раз на Джона Кейтса, того самого, который присказывал сто лет назад, что нас ждет рабочая неделя 15-часовая, и в своем эссе, который называется «О экономических возможностей наших внуков», в 30-м году он говорил, что возможно экономические проблемы человека, где под экономическими проблемами человека понимается широкий набор проблем изначальной борьбы за выживание много тысяч лет назад, до борьбы за ограниченные ресурсы, до оптимального распределения ресурсов в современной экономике. Он говорит, что несмотря на то, что такие экономические проблемы всегда были частью истории человека, возможно, экономические проблемы тем не менее не являются перманентными проблемами человека. И что Кейнс высказывал, что технологии через сто лет, то есть опять-таки это уже довольно близко от нашего времени, они будут наконец-то решены. и тогда по мнению Кейнса человек сослокнется со своей настоящей перманентной проблемой, именно что человек будет делать, когда у него его время не занято решением экономических проблем, и что делать с образовавшейся свободой, и на что потратить образовавшееся время. И этот вопрос, который Кейнс ставил столько лет назад, будет протестирован вот уже сейчас в тех экспериментах с безусловным базовым доходом, про который я сказал. Один из таких примеров, один из таких экспериментов осуществляется одним из калифорнийских инкубаторов стартапов, который называется White Rebinator, и вот один из проектов, который я делал в этом году, собственно пытаются на определенной группе людей проэкспериментировать, как изменится это людей, человека, что люди будут делать, если они получают определенный доход независимо от всего, то есть будут ли они предаваться более креативным активностям, тому, что они чувствуют рождены делать и создавать, когда у них появляется свободное время, или они будут сидеть и играть в настольные игры. Вот, собственно, компьютерная мысль в нашей реальности. вот это где-то то, что тестируют вечно уже сейчас. Наконец, вот это был последний слайд моей лекции. В заключении хочу прежде ответить на вопросы и заняться небольшой саморекламой. У нас завтра будет День открытых дверей в Рэш Сколково. Если вам интересно, приходите, поговорим о том, как может современный студент подготовиться к вызовам, которые несут, которые технологии, что делает человек в этом неопределенном будущем. Спасибо. Если есть вопросы, поднимайте руку, я подойду. Добрый день. Добрый день. Спасибо за интересную лекцию. Вопрос из экономической сферы. Во-первых, по различным оценкам в ближайшие лет 15-20 те же сроки, которые вы уже призывали, ожидается решение проблемы энергии. С решением проблемы энергии возникает вопрос проблемы денег. Потому что деньги известны эквивалент товара, а если товар становится свободнее, непонятно, зачем нужны деньги. Это соответственно начинает влиять на экономику. И параллельно вопрос о том, что с финансами сейчас прорабатываются модели, при которых отрицательная ставка хранения. То есть, чем больше деньги хранятся, тем меньше их остается. Как это скрещивается и рассматривается в том контексте, который рассматривается? Спасибо. спасибо за вопрос. Это два сложных вопроса, на которые сложно будет ответить кратко. Говоря про энергетику, я с вами согласен. и на протяжении всего 20 века энергетика была тем узким горлышком, который отчасти сдерживал процесс развития экономики, но вот мы сегодня говорили про технологии компьютерные. Технологии для сектора энергетики, которые релевантны, они тоже существуют, тоже активно развивались все последние годы. И как раз лекция, которая у меня была на этой же сцене весной этого года, была посвящена как раз возобновляемой энергетике и тем событиям, которые происходят в той и той сфере. Результатом изменений в секторе энергетики является то, что энергия из ограниченного и все и постоянно дорожающего товара парадигма 20 века постепенно переходит в парадигму бесконечного и все в большей степени дешевейшего товара. Это действительно так. Я могу с вами согласиться. Что это означает для денег? Технологический мир, в котором мы живем, это мир структурной технологической дефляции. Действительно, себестоимость всего и вся что находится вокруг нас, как только начинает быть подвержена технологическим инновациям, падает в цене. дефляции. Готов ли я согласиться с тем, что деньги окажутся не нужны? Не знаю. То есть, наверное, это точно не произойдет завтра. Это может произойдет как тренд, потому что дефляция все-таки это не скачок от единицы к нулю, а к нулю уже. плавная траектория на несколько лет вперед. С этим действительно связана концепция отрицательных процентов ставок. Причем, я бы даже сказал, что это не какие-то абстрактные модели, которые изучаются, а в принципе уже в этом году некоторые облигации, которые выпускались в некоторых странах, в немецких и швейцарских, уже выпускались отрицательные ставки. Почему это так? Я думаю, что казалось бы, это противоречие экономической логики, проще положить деньги под подушку, но ситуация в том, что большой краю денег, которым империруют инвесторы, под подушку не положишь, а официальная инфляция, с моей точки зрения, существенно переоценена, потому что официальные статистические данные инфляции, они недооценивают технологическую инфляцию всех секторов, которые подвержены технологическим изменениям. Соответственно, это означает, что, да, инвестор, который вкладывает в облигации полудельцательную ставку, он получает меньше денег, чем он вложил, покупательная способность этих денег через 10 лет будет больше из-за эффекта технологической дефляции, структурной технологической дефляции, которая сейчас происходит. Я не знаю, ответили на наш вопрос, но я согласен с энергетикой и согласен с тем, что у нас происходит дефляция, и согласен с тем, что у нас сегодня есть фактические инструменты, которые ставка была отрицательная, и это не противоречит экономической логике, потому что покупательная способность этих денег в месяцах получит 10 лет, в номинальном выражении получит меньше денег, реальная покупательная способность их будет выше, чем сегодня. Не ввечи о том, что работа как необходимость пропадает не только по умолю к искусственному имелику, но и по умолю к инвестициям. Да, да. Это просто тренд, который со всех разных сторон по этому не надо. Я, если честно, я гораздо больше специалистов себя чувствую в сфере энергетики, чем я вам о том, сегодня рассказывал. И как раз о текущей тематике я задумался после размышления о событиях, которые происходят в энергетике. Потому что все происходит в энергетике. Технологические изменения меняют облик всей индустрии. Это краткость того, что происходит в энергетике. Но энергетики является не единственным сектором. Здесь технологические изменения меняют облик всей индустрии. То есть технологические меня еще чего-то это гораздо больше а такой вопрос а вам не кажется что она уже отвечает на все эти глубокие вопросы что что было делать люди когда место работают робот ну то же самое что и патрица первенем линии куда идутся экономики туда же патрица аристократы насколько вы считаете платформы такой налоги кто-то сказал что очень сложно делать предсказание особенность касается куча но тем не менее если то есть то есть как правило как правило наступает будущее и мы смотрели на предсказание которые делали раньше будучи оказывает таким как мы все представляем если вы сегодня спросите каким какой сценарий выставляется мне наиболее вероятно то да я с вами соглашусь лучшего варианта кроме как аристократы и патрицы лучше модели сейчас добрый вечер на заре стилизации движение увидитов которые ломали не частные станки потому что они заменяли их рабочие места как в текущих реалиях вы представляете себе аналогичное движение это атакующие бухгалтера которые нападают на датах центра ну может быть да я думаю что он так может сначала вот так атакующий водитель такси который будет атаковать офис убера который будет имитировать саму правильную машину я думаю что человек не меняется то есть психологический меняется за столетие на тысячелетие поэтому мы все это увидим если конечно если конечно если конечно вот государство не будет предпринимать преемптив шагов то есть предваряющих шагов предвидя развития ситуации и опережающими темпами вкладя жизнью концепцию безусловно базового дохода может быть не будет называться так но примитивно обеспечивая какие-то пособия по безработице на сотый лет вперед чтобы возгладить социальную напряженность но это зависит от геновидности государства от понимания того что от присутствия или отсутствия понимания того что изменения которые мы говорим они структурные а не то что там кто-то потерял работу и это его личное дело я думаю что государство есть все инструменты чтобы эту потенциальную напряженность раскладить вот теми инструментами которые я помню можно да сверху пожалуйста почему постоянно в сценариях развития искусственного интеллекта в граничных этапах противопоставляют человека и машину когда если мы можем развить такую сложную систему как искусственного интеллекта мы можем создать уже генетические системы воплотить контролируется между человеком и машинами как сделать что-то среднее сделать человек роботу в итоге мы не придется заменять рабочее место человека на робота и в итоге не решится проблема противопоставления и их и их человек на первую часть вопроса я скажу что не знаю я не знаю почему таком большом количестве человеку вокруг мерещатся этапические сценарии при которых наступает приходится хайнет и всех нас прообращает и матрица я не знаю почему мне кажется с экономической точки зрения нужно не забывать что все роботы механические которые собирают других машин и так далее что они все принадлежат человеку то есть они могут принадлежать одному или другому человеку перераспределение продуктов которые производят эти машины но они все в свободности принадлежат человечеству в совокупности поэтому весь то есть совокупное производство оно все принадлежит нам поэтому вопрос как мы распределим это антиутопические сценарии я не понимаю а во второй части вопроса про про совмещение роли человека и роли машины ну вот это мы возвращаемся к на мой слайд на котором были привезены два сценария что либо человек остается часть экономической цепочки каким образом комбинируясь с машинами либо либо не в нем остается я думаю что в ближайшие несколько 10-20-30 лет именно сценарий один будет превалировать то есть человек будет продолжать находить ниши сосуществования с теми функциями, которые машины и роботы делают но тем не менее повторием вытеснение человека если почва он будет ускоряться вот собственно если работа в этот такси я думаю самый лучший пример здесь в плане с точки зрения того как быстро они могут быть вы кого еще здесь есть? на этом ряду большой только помещение значит Сергей Роботсити Виталий, подскажите пожалуйста какие альтернативы вы видите если вы их видите концепцией безусловного базового дохода и как вы считаете на базе каких социальных групп может рассчитываться социальный прошу прощения базовый доход если не рассматривать варианты стран может быть корпорации или что-то подобное знаете я бы наверное говорил не про альтернативы безусловно базовому доходу потому что безусловно базовый доход это некая финальная точка тех тенденций про которые мы сегодня говорим то есть я бы говорил не про альтернативы а про какие-то дополняющие политики к политике безусловно базового дохода и этими политиками дополняющими могла бы быть то есть расширенная пособия по безработице которая получает человек решившийся работы который структурно решился соответственно такой человек будет знать что у него есть там 3-5 лет он будет получать безусловно доход и за это время государство должен позаботиться о том что предоставить ему возможности переобучиться на более релевантные востребованные нам вот это наверное по идее нужно было бы примитировать как ответ предприятие в меру таким психологическим вызовом скажите я воспринял ваш доклад как информационный а у вас есть какой-то свой мысль может быть концентрированная что вы хотели в данном контексте донести или просто проинформировать в таких разных взглядах месседж наверное в том что что будущее скорее утопия а не утопия и ну вот в классическом определении технических сценариев и месседжем что будущее возможно так как мы его представляем также месседж в том что и настоящее будущее меняется гораздо более быстрыми темпами чем средний обыватель себе представляет и свойства экспоненциальной траектории которые описывают как правило все эти технологические изменения в том что каждое следующее то есть изменение мало того что не продолжает происходить и происходит с большей скоростью человек устроен так что вот мы все нам всем свойственно экстраполировать прошлое на будущее линейными траекториями а экспоненты устроены по-другому и сюрпризы приходят быстрее чем мы можем подумать только я не знаю месседж это не месседж но это как может быть скорее в парадигме того что предупрежден значит вооружен оборот да предупрежден вооружен и если мы об этом будем задумываться мы сможем лучше и правильно совместно найти в меняющемся будущем здравствуйте я хотела благодарить сначала за проведенную лекцию у меня вопрос у меня вопрос такой касаемо мы в основном говорили про высокоразвитые страны такие как Соединенные Штаты Америки Китай и так далее в общем смысле а что делать с такими странами как Африка например то есть малоразвитыми странами которые за определенный вот этот пройденный период времени до сих пор не достиг того что достигли большинство большое количество стран и как в данном случае им вот с этим прогрессом как-то взаимодействовать мы же не можем выкинуть большинство стран вот этих и ориентироваться именно на такие страны развитые как Соединенные Штаты Америки и прочее как я уже сказала и в контексте России тоже насколько это реализуемо если также из того что вы сказали если у нас заменится все техника и не будет заработок плата будут выплаты то как это будет взаимодействовать с нашей экономикой которая я думаю будет развиваться еще долго до каких-то таких вот возможных в данных рамках условиях и как вообще будет развиваться экономика не будет ли социальной напряженности и соответствующим возникающим экономическим проблемам связанным с этим спасибо очень хороший вопрос я бы сказал следующее что то что нужно делать в России страны Африки и так далее не то чтобы я ставлю в России страны Африки на одно на тему уровень но тем не менее там что-то общее есть в плане рецептов которые можно написать очень важно что это уже известно то есть экономистам для экономистов не загадка что нужно по крайней мере независимым экономистам которые имеют фантастических обсуждений в голове о какой-то уникальности нашего конкретного не нашего российского какого-то ниболого пуска на суше известно все очень давно и вот это то что я на этом слайде показывал потому что все все успешные страны которые прошли по этому специально в развитии показывал прошли в разное время потому что они в разное время начали примитировать то что здесь в скобочках после институциональной среды перечислено первейшее задачи государства любого государства то есть просто кто-то это уже сделал а кто-то еще не сделал должно быть обеспечение свободы предпринимательства главенского закона независимости судебной системы и единое и понятное правило вот все страны которые все страны которые я знаю которые на том или ином этапе своей эволюции своего развития имплементировали такую среду результаты сделали собой то есть кто-то сделал раньше собственно англосаксонский мир Америка началось собственно историк успех капитализма кто-то сделал площади то есть насколько как только страны начинают играть начинают двигаться по уже продолженной дорожке судьба то есть япония которая открылась миру после второго мировой войны собственно она не прокалывает свой особый японский путь как раз наоборот по особой японской путье она двигалась до того как только она открылась миру и стал участвовать в глобальной экономике она повторила экономический успех в Британии и Америке азиатские тигры которые еще после после японии прошел по тому же пути сделали то же самое то есть все то что перечислено в скобочках только в конце знака вопроса по демократии все это импрометировать получим тот результат Китай сделал примерно то же самое как раз знак вопроса в первую очередь касается Китая которым нет традиционной демократии в нашем демократе это слово но по крайней мере они повторяют такую же траекторию вот все все рецепты известны давно возникает другой вопрос что мешает на местах воплотить вот эти рецепты в жизнь тут тут я не хотелось чтобы ребята Рекции становились слишком политизированными вот но я подчеркну что здесь рецепты и методики известны на одной вопрос политически более желаем то есть единственным тем которым история показала что почему приводится сделать в первую очередь то что это не то что это не то время в будущем не пойдет. И, на мой взгляд, все равно будет иметь место разделение, так скажем, людей на классы. То есть сейчас это идет, допустим, по владению, когда-то это возможно по владению какими-то технологиями и так далее. Соответственно, сам вопрос состоит вот в чем. Естественно, профессии со временем объясняются, какие-то возникают новые. Хотелось бы услышать вот ваше мнение по поводу того, по поводу выбора, допустим, профессий, которые сейчас для детей, которые еще учатся в школе. То есть водители такси, понятно, там бухгалтера, юрисконсульт, возможно, еще какие-то специалисты. Все, что можно механизировать, будет механизировано. Это вопрос времени. Какие, на ваш взгляд, направления хотя бы деятельности, они наиболее от этого защищены, то есть которые не будут вытеснены в запад машины? Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу скепсиса универсального база водохода, с которого мы начали, я бы, я не хочу спорить сюда. Просто я хотел бы, может, одну вещь подчеркнуть, что все эти страны, которые в первую очередь столкнутся с этими проблемами, как мы сегодня говорим, они все являются демократиями, сопрямым избирательным правом. Поэтому демократия с прямым избирательным правом имеет тенденцию скатываться в популистскую пробусть. Поэтому для среднего избирателя концепция, безусловно, база водохода, мне кажется, что не вредательный. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что Швейцарин предложение, который выносился на голосование, нашлось бы, я думаю, что люди, которые, пускай даже популисты, которые эту идею будут выносить на свои предыбранные плакаты, по поводу, собственно, основного вопроса, я думаю, что самое важное умение в 21 лет, это умение учиться. То есть не учиться чему-то, научиться чему-то в 20 лет, а потом это использовать, а понимать, что именно с тем, что меняется специально, меняется все быстрее и быстрее, человек должен уметь к нему учиться, к нему активоваться. И опять же, что делать рассказание на сколько лет вперед, но, как мне кажется, через этот френдбор, про который мы поговорили, примерно понятно, где человек не может технически заниматься, где он абсолютно точно будет не нужен, потому что не совсем скоро. то есть в плане направления, не завершать своего улучшения. А во всем остальном, все-таки мы все индивидуальны, и это, наверное, еще один универсальный совет, который можно дать, что то, что своё для нас, для каждого своё, и здесь слушать других, бывает, понимать, что занимаетесь одним делом, по идее, как вам это обычно, ну, который сейчас называется, там топический сценарий, человек должен сам реализован, сочетать занятия своим делом, которые сейчас мы будем говорить о том, что в будущем, в будущем, может быть, личным моборезиям, когда человек с одной стороны экономическим проблемом мешает через эту, безусловно, базовой доход, который правда, в мире, и, где эти, а френджеры занимают, знаю, делом... Чуть ближе микрофон, это, пожалуйста. Учите дальше, дальше. А есть вопросы, считайте? Да, да. Спасибо за интересную лекцию Мой вопрос заключается в следующем Вы, отвечая на один из вопросов, поменовали, что вопрос обеспеченности человеческой энергии Он, в принципе, перестает быть кризисным То есть сам вопрос энергетики становится как бы этот ресурс возобновляемым И мой вопрос заключается в следующем Насколько это так и за счет чего это происходит? Спасибо Спасибо, хороший вопрос Я, наверное, лучше всего могу ответить, если бы вы пришли на мою позавчерашнюю лекцию Краткая самая Количество энергии, которое есть в обучении Смотрите, давайте это вот так Современный энергетик построен на трех этапах Ну, может быть, больше, но основные три — это нефть, газ и углю Соответственно, если мы говорим, что есть какой-то ресурс, который можно заместить или быть с альтернативой нефть и газ и углю Мы должны про этот альтернативный ресурс Подумать про три аспекта Это потенциальный объем этого нового ресурса Это технология, с помощью которой этот ресурс может быть развлечен И самое главное — это себестоимость этой технологии И вот кандидат, который у нас есть, на то, чтобы на все эти три вопроса ответить все положительно, это солнечный Ну, солнечный ветровай, но давайте сконцентрируемся на солнечный Значит, три факта Первого размера Известно, что за один час Солнце дает нам столько энергии, то есть на первой земле Сколько мировая она потребляет за год То есть мы практически говорим про бесконечный объем Для всех мысленно-фактически тренируем Мы говорим про бесконечный объем ресурса, энергетического ресурса С запасом разборались Технология Технология, может быть, вы знаете, что Альберт Эйнштейн получил свою Нобелевскую Кремию Не за теоретности А за что? Кто знает, что это получил? За фрутоэффект За фрутоэффект, да Что такое фрутоэффект? Это физикое явление преобразования энергии электромагнитной волны в электричество Собственно, тот принцип, который лежит в основе работы солнечных панелей То есть сам это устройство и принцип устройства зависит уже сколько То есть не технология известна Тридцовая планета Себестоимость И здесь произошли самые существенные изменения за последние 40 лет То есть за последние 40 лет, если мне не изменяет память Себестоимость солнечных панелей упала раз в 300 То есть есть свой закон Мура Ну, когда мы говорим слова Закон Мур Как правило, иметь не компьютерная техника Но все индустрии, которые в технологии начинают определять прогресс Они имеют тенденцию быть дефляционными Вот о чем мы говорили некоторое время назад И вот такая дефляция, то есть себестоимость производства панелей Произошла с панельными И сегодня наконец себестоимость Ретроэнергии, произведенной из Солнца Сравнялась с той ретроэнергии, которая сравнялась со стоимостью ретроэнергии Которую мы получаем, сжигая газ и вращая трубку Вот на этих трех компонентах основываются те изменения, которые сейчас управляют те, кто в энергетике Здесь есть много смешных вопросов Что Солнце не всегда светит, нам нужно эту энергию сохранять Поэтому есть батареи, стокус батареи тоже подчиняется своему закону Мура Который тоже экспоненциально падает в последние несколько лет На электричестве нужно ездить Поэтому есть Tesla, в первую очередь Tesla Model 3 Который стоит столько, что стоит среднеамериканский автомобиль С большим запасным поводом, но это электромобиль То есть, есть много компонентов этого уравнения Каждая из которых движется экспоненциально, бывает затрат И, собственно, это будет моё видение тех, кто и нам есть Это краткая, краткая цена Хотел бы поблагодарить вас за замечательную лекцию Я теперь смогу спать нормально Могу я вас попросить включить ваши слайд со сценарием? Как, допустим, сценарий 1 В робототехнике существует такое понятие, как технологическая сингулярность Или, как микростроение То есть, понятие, которое включает в себя такие атрибуты, как Сингулярность по курсуэму вы имеете? Ну Сингулярность по курсуэму То есть, что он закладывает? Получается, да То есть, при котором существуют самые реплицирующиеся машины и естественный интеллект Очень многие учёные нам её пророчат в ближайшие десятилетия То есть, то, что она начнёт раскручиваться и раскрутиться в полную мощь Как вы считаете, в первом сценарии Это у вас имеет место первый сценарий, если учитывать с темой сингулярности? Ну, в первом сценарии... Ну, здесь, наверное, нужно сначала определить чётко, что мы понимаем про сингулярность Потому что... В этом консекте обычно по сингулярности имеют в виду продолжение экспонациональной траектории вверх Которая упирается в потолок под прямым углом Что-то в этом роде Ну, очень сложно, я уже сказал, что очень сложно делать предсказание о будущем Я бы сказал так Наверное, всё-таки сингулярность, конечно, является скорее любым вторым сценарием, чем первым сценарием Первый сценарий является скорее сценарием более гладкого типа развития Какое мы, собственно, видели в предыдущие 200 лет, когда всё-таки находилось место Вот, но быть пессимистичным по поводу сингулярности В том смысле, что машины придут и всё займут Я бы не стал То есть, я уже сказал про экономику, да, что они могут занять экономическую сферу И мы должны каким-то образом делить большие киров, которые они произведут Но я бы не делал из этого классовских негативных страхов То есть, для меня это не является почтой для этого классовских страхов Потому что все эти машины, которые вокруг нас, они все поддерживаются людьми Вот, мне кажется, это люди, которые боятся скайнета, они где-то не понимают это Нет Ни в коем случае это не боязнь, какой-то страх Чтобы машины придут и всё сделают за нас, наоборот То есть, грубо говоря, если будет осуществлена ваша концепция элементарного базового дохода То, получается, люди будут обеспечены едой, крова И тогда, судя по пирамиде Маслова, они двинутся вверх Куда-нибудь в самореализацию и прочее То есть, получается, что это один страх Я думаю, что кто завершил в самореализацию, тот двинется в сторону игральных компьютерных игр То есть, когда уже больше времени, чем надо Человек имеет интенсивность очень экстремальную То есть, в разные экстримы скатывается в своем взаимодействии поведения Я думаю, что мы видим это и то И здесь я не к тому, что там что с этим делать Или что лучше, что хуже Но просто, мне кажется, это вот некая объективная реальность Которая на каком-то обозренном горизонте и маячит Поэтому я не знаю, что там сделать Но, тем не менее, это наступает Тогда у меня следующий вопрос Я, возможно, профан, потому что я не экономист Какова будет роль денежных единиц? Потому что человек полностью обеспечен всем, что ему нужно для существования и желания Что будет дальше? Откуда будут проявляться новые деньги? Куда они будут тратиться? Окей, я думаю, что если ваши личные потребности Не будут выходить за пределы того базового уровня дохода Который будет как-то сформироваться Конфликт будет или нет? Ну, вот если я рассматриваю то, что у человека всегда мало Человеку всегда мало И, возможно, это вот именно такая психологическая озонность человека Будет движителем прогресса в эпоху пост-универсального базового уровня Потому что… Ну, кстати, об этом писал тот самый Кейнс Он в том эссе, про который я сегодня говорил Что этот человек свои проблемы меряет в абсолютных категориях В абсолютных категориях Это вот, там, сыт, он или голод Здесь, так сказать, не может быть Разных интерпретаций его состояния Но когда человек решает свои экономические проблемы Начинаются проблемы и ситуации, связанные с самоощущением человека В контексте общества вокруг Если у тебя две машины, а у соседа три То, может быть, ты себя с этой машиной чувствуешь несчастным Ну, то есть это, может быть, протянуты за уши, например Но, тем не менее, да, мы не человек И мы себя во многом счастье и несчастье нас Проделяется нашим самоощущением по отношению к нашим ближним И вот такая самоубентификация по отношению Или в сравнении с нашим ближним Она не денется никуда Даже после наступления вот этого Даже после воплощения никакой идеи фазового дохода Безусловно, у вас будет жизнь То есть останется рефиксирование И рефиксирование, соответственно, нашей ближней Хорошо, следующий Это, ну, вот там, знаете, вот Ну, я где-то здесь написал название Правда, мне сказал, помните, я не знаю В моем детстве был такой сериал В моем детстве был такой сериал В моем детстве был такой сериал Богатый тоже плашет Вот Вот Богатый везде Богатый какие-то проблемы О которых они Весь день что-то делали О чем-то думали И переживали Вот, наверное, И рефиксирование Какой звук Еще вопрос есть? Давайте последний вопрос Потому что мы уже начали Да, если кто-то не успел То уже по окончанию вы сможете подойти Лично задать Этот ответ сэкономит все общие У меня есть следующий вопрос Если рассматривать нейронные сети То можно заметить, что ее нужно обучать И, фактически, должен быть критерий Хорошесть, то есть результат Но очевидно, что есть некие Такие продукты деятельности человека Например, действительные числа Или там геометрия Лобачевского Сложно придумать, как обучать человека Их изобретать То есть, есть ли у нейронных систем У нейронных сетей Экзистенциальные ограничения Как вы считаете? Хороший вопрос У меня, наверное, нет на него ответа Мне единственное, что приходит в голову Что, то есть, человек уже довольно много времени Да, вот, там, десятилетия стареет И заплетает какие-то приспособления Которые можно взять в свои руки И использовать Которые могут вызвать либо добру Либо зуб Ну, собственно, автомат в руках Может быть, либо вооружим защитой Или вооружим нападением Даже самая нейронная сеть Которую, как вы заметили Сначала обучаю Модель поведения Потом эти модели поведения Она начинает реализовываться На артековой интелликации И поведение этой нейронной сети Будет настолько хорошим Насколько было изначально обучение И принципы, которые закладываются на ней Я думаю, что это что-то новое Что касается именно нейронных сетей Но как принцип того, что это некое устройство Которого не было Которого человек придумал И которое может быть использовано Его слоево благо Это не является чем-то новым Именно касаемым Иеронных сетей То есть форма новая Присутствует Мне кажется, на это Видели у вас более интересного Я, наверное, хотел бы добавить К ответу то, что Все это, наверное, лежит в плоскости Творчества Искусственный интеллект А вот В последнее время Как раз таки Всех больше и больше новостей Проявляется Про то, что Искусственный интеллект Самостоятельно обучается Петь песни Стихи сочинять Рисовать Стихи снимать Искусственный интеллект Искусственный интеллект Искусственный интеллект Так как В процессе эволюции Искусственный интеллект Я думаю, она И до Лобачевского Будет Так или иначе Продвигаться Давайте На этом закончим Спасибо 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 Спасибо.